Яркий пример надежности фахверка. Справа трехэтажный фахверковый дом, который был построен в 15 веке, а слева готика 16 век, два этажа всего. И обратите внимание, готика из-за своей тяжести давит на почву, продавливая постепенно фундамент под собой и в ней появляются вот такие вот огромные щели, куда даже рука пролазит. В некоторых местах прям можно по логоть засунуть руку и это здание все уже обтянуто лесами, его реставрируют, но по сути его не спасти. И вся проблема заключается в том, что тяжелые конструкции, такие как кирпичные дома, готические каменные дома и другие типы конструкций, они постоянно продавливают под собой почву. Закономерный вопрос, как же тогда замки стоят чуть ли не тысячи лет? Да дело в том, что они стоят на скальной породе, а скальная порода, она абсолютно не продавливается. А если на равнине строить такие вот тяжелые конструкции, то они не являются надежными, они со временем разваливаются и это яркий пример. В фахверке, кстати говоря, все еще живут люди. Просто посмотрите, как выглядит эта готика и фахверк. Фахверк как новенький, а готика уже вся развалилась, ее затянули лесами, проход запрещен, потому что может просто завалить какими-нибудь глыбами готическими. Фахверк не такой тяжелый, как готика, поэтому он сохраняется до наших дней. Многие фахверковые дома в этом городе стоят по 500, по 600 лет, даже один практически 700 лет. Кто-то сейчас справедливо в комментариях подметит, что уже давно разработаны хорошие качественные технологии строительства фундаментов, которые позволяют выдерживать сверхтяжелые дома, такие как кирпичный, монолит бетон и так далее. Да, это действительно так, но есть три основные проблемы. Первое, в России днем с огнем не сыскать хорошего качественного бетона. Кто связан с бетоном, могут подтвердить мои слова. У нас настолько ужасная ситуация с бетоном, что ну просто вообще практически невозможно найти хороший качественный бетон для строительства фундамента. Вторая проблема, это компании, которые строят фундаменты. Это такой ужас вообще. Я уже 7 лет занимаюсь строительством и я знаю, о чем говорю. Не верите мне, спросите у любого строителя, который связан с фундаментами. Это просто какой-то кошмар вообще. Нормальных компаний, ну просто раз-два и обчелся. Мы перебрали уже десятки компаний, мы выбрали для себя парочку таких компаний. Все остальные, это такой ужас, просто кошмар. Столько приходилось переделывать, столько денег тратить, ну просто уму непостижимо. И третья проблема заключается в том, что хороший качественный фундамент под тяжелые дома стоит просто сумасшедших денег. Просто полтора-два миллиона рублей фундамент для кирпичного дома. Ну куда за эти деньги можно построить себе еще один дом? Зачем такие расходы сумасшедшие? Какой смысл вообще строить сверхтяжелые дома? Зачем, если есть хорошие, теплые, экологичные, красивые дома? Я не вижу смысла, правда. Да, кстати, еще очень важный момент. Фарфик на один этаж выше, чем готическое здание. Если бы готика была такой же высоты, то она бы еще сильнее давила на почву и соответственно к этому времени бы она уже давно развалилась. В этом, кстати, доме все еще живут люди. Огромный плюс данного типа конструкции заключается в том, что ее можно реставрировать. То есть балка, допустим, прогнила или часть балки, вот как в данном случае, заменили маленький кусочек и все, и можно еще сотни лет эксплуатировать этот дом. Как это делается? Как происходит замена? Я сам неоднократно это наблюдал. Просто домкратами вертикальными такими отдомкрачивают часть здания, заменяют элементы, а потом обратно ставят все на место. Это видео лишь малая часть полноценного фильма про фарфик, который я снимал в пяти странах мира. Весь материал уже отснят и в скором времени я приступлю к монтажу этого фильма. Это будет первый полноценный фильм о старинном и о современном фарфирке, о плюсах и минусах фарфирковых домов. У меня, кстати, в планах снять объективные фильмы обо всех технологиях строительства, об их плюсах и минусах, чтобы вы могли выбрать то, что вам ближе, чтобы вам было проще разобраться в технологиях и в выборе своего дома. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Чем больше подписчиков, тем больше хороших, качественных, полезных видео. С вами был Сергей Домогацкий. Субтитры создавал DimaTorzok